Семейное гнездо Юрий Лебедев Сам строитель по профессии изначально заложил на материалы 400 тысяч рублей. Но за последний год смета выросла в полтора раза. Экономили даже на фундаменте. За место ленточного фундамента сделали столбчатый фундамент. Доску на кровлю использовали не первый сорт, как запланировали, а использовали второй сорт. Теперь семья экономит практически на всем. Стройка съела даже деньги, отложенные на отдых. В увеличении сметы на 230 тысяч рублей, но это, наверное, сопоставимо съездить в отпуск из семьи четырех человек. Деревянные стройматериалы за год действительно подорожали вдвое. Это данные Росстата. Прошлым летом один кубометр обрезной доски стоил в среднем 11-13 тысяч рублей. Сейчас 22-26 тысяч. Скачки цен эксперты связывают с ростом цен на мировом рынке из-за коронакризиса и бумом индивидуального жилищного строительства. 9 миллионов 300 тысяч квадратных метров за год – абсолютный российский максимум. Самоизоляцию и удаленку россияне провели с пользой. Если уж нельзя на моря и все равно сидишь дома, почему бы не заняться благоустройством? Так цены на все для ремонта сначала подтолкнул небывалый спрос, а затем и дефицит на эти самые отделочные материалы. Дефицит древесины в самой лесной стране мира – не шутка. Об этом уже давно говорят промышленники. В Иркутской области очереди на деревянные срубы на год вперед. В одном из самых богатых лесом регионов строить не из чего. У нас есть заказчики, готовые заказать дом, допустим, 30-32 диаметры. У нас этих объемов просто нет. Мы вынуждены людям отказывать. Они будут ждать следующий сезон. К августу компания «Дмитрий» останется без дела. Материал для срубов почти закончился. В этом году лесозаготовщики поставили только 60% необходимого объема. Остальной вырубленный лес ушел на экспорт. Все уходит в Китай. В Китае заводы по обработке древесины стоят прямо вдоль российской границы. Там из так называемого «кругляка» делают стройматериалы, а потом отправляют их обратно. Путешествия русского леса в конечном итоге оплачивают россияне. Если посмотреть, 20 лет назад Китай был достаточно выгодным местом для размещения производства. Потому что там были низкие зарплаты. Последние 10 лет ситуация в принципе меняется. Там нет такой рентабельности, которая была в начале 2000-х. Россия – крупнейший экспортер древесины в мире. Ежегодно страна отправляет за рубеж десятую долю заготовленного леса. Правда, большая ее часть – это необработанные бревна. А вот готовой продукции – лишь 20%. Перейти от сырьевой модели к технологической – задача, которую ставит президент. Совершенно очевидно, что когда мы возьмем сырье, то вся добавленная стоимость остается в странах-переработчиках, а у нас остаются только экологические последствия. Поэтому мы хотим, чтобы глубокая переработка древесины развивалась и у нас, в нашей стране. А это что значит? Это рабочие места, это налоги и это развитие производства. Для этого с 1 июля экспорт леса обложат 10-процентной пошлиной, а с января полностью запретят. При этом Россия не потеряет основных зарубежных покупателей. Они просто переключатся на пиломатериалы. Российские компании могут Китаю предлагать в следующем году любую цену на пиломатериалы, они купят по любой цене, потому что им нужно продолжать строительство. Тут целая куча техники, собак целая куча. Здравствуйте, парни! Мне дайте документы, начальник лесничества я. Запрет экспорта необработанных бревен должен положить конец нелегальной вырубке. В России в первом полугодии незаконно срубили полмиллиона кубометров древесины на сумму почти в 4 миллиарда рублей. Выслеживать черных лесорубов лесничим помогают космические технологии. На снимках видны любые изменения в лесном покрове. Вот вы видите еще участок, где лес есть, а на следующем снимке уже леса нет. Есть? Нет. Пилотный проект запустили в Иркутской области. На этот регион приходится до 40% незаконной добычи древесины. В 2019 году нелегальные вырубки там даже пытались прикрыть лесными пожарами. Уголовное дело возбудили против главы Минлеса Приангария. Сергей Шеверда до сих пор в СИЗО. Движение лесного сырья с 2015 года контролирует ЕГАИС. Единая государственная автоматизированная информационная система. Туда заносят все сделки по древесине. Чтобы проследить всю цепочку, от делянки до конечного потребителя, к ней собираются подключить электронную систему таможенной службы. Чтобы в автоматическом режиме коллеги из таможни видели, по каждой партии легальная эта партия или нелегальная. А мы в свою очередь нашу систему дотягиваем до каждой делянки. Россия не первая в Евразийском экономическом союзе запрещает экспорт леса. В Беларуси с 2018 года вывозить можно лишь излишки кругляка. И то по особому указу президента. Внутренние цены на ресурсы просто необходимо сдерживать. От них зависит выполнение важных интеграционных проектов в рамках Евразес. Поэтому вслед за древесиной Россия вводит экспортную пошлину и на металл. Наша экономика сейчас не готова, скажу это прямо, к такому лавинообразному, шоковому, я бы сказал, переносу мировых цен на внутренний рынок. Рост внутренних цен по отдельным позициям металлов составил от 60 до 100%. И мы сейчас просто видим, что под давлением такого роста внутренних цен начинают рваться хозяйственные связи. Металл будут облагать пошлиной только при вывозе за пределы Евразийского экономического союза. Внутри пятерки тарифы останутся прежними. Экспортные надбавки должны принести в российский бюджет до 165 миллиардов рублей. Ими покроют удорожание строительства значимых для страны социальных объектов. Анна Дзеркач, Сергей Вербицкий, Илья Забежинский, Александр Зазуль, Александр Богданов. Программа «Вместе». Программа «Вместе».